Это правда. Переедание это опасная вещь. Я вам скажу одну вещь по секрету только, хорошо? Вы все переедаете. Никому только не говорите об этом. Я никому не скажу про вас ничего. Я тоже иногда переедаю, но я с этим борюсь. Это сегодня одна из главных проблем здоровья. Принцип здоровья очень простой, на самом деле. Если вы посмотрите Аюрведу, там просто баланс дождь и все. И вы здоровы. Но центр здоровья это пищеварение. Центр нашей жизненной силы находится там. То есть должен быть огонь пищеварения, достаточный. Аюрведа говорит, что огонь будет гореть нормально, и переварить вы будете все усваивать. Обмен веществ не нарушится. Иммунная система ваша не ослабнет. Если вы оставляете одну часть воздуха в желудке для пищеварения, для огня. Воздух должен быть. Если будет недостаточно еды, будет много огня и много воздуха, вы сожжете желудок. Это будут язвы, гастриты. Если вы не едите вовремя, когда уже есть позывы и начинается работать огонь, пищеварение, вы не кладете туда пищу, потеряете здоровье. Понятно. Но если вы заполняете без воздуха весь желудок постоянно, пища не будет перевариваться сложным образом и усваиваться будет шлаков очень много. Как печка, в которой много-много дров, мало воздуха, начинает дымить просто все, заполнять дымом. Очень простая схема. За этим следят. Поэтому, когда садху в святых местах принимают просад, освященную пищу, она с энтузиазмом тоже принимается и счастье люди испытывают. У одного из них всегда есть обязанность, значение напоминать об этом. Когда все едят, представляют просад, кто-то говорит время от времени, дорогие садху, переедание опасно для духовной жизни. Не забывайте. Два или три раза в процессе. И какой же признак, что мы переели? Мы едим, едим, едим. Вдруг раз, отрыжка. Все. Нужно остановиться. При первой отрыжке. Это самый лучший вариант. Но еще хочется что-то съесть все равно. Хорошо. Можно еще. Можно. Можно допустить. До второй отрыжки. Третья отрыжка. Вам конец. Запомнили, да? Первая отрыжка. Сигнал. Вторая отрыжка. Точно стоп. Третья отрыжка. Вы упустили шанс. Если каждый день вы так переедаете, будет цепная реакция пойдет. Естественно. Постепенно. Диабеты, там, не знаю, что только нет. Атеросклерозы. Ну, там, список не буду переседать. Что угодно. И в центре всего лишь вот этот принцип правильного питания. Кроме этого, это называется Анна Майна в санскрите. Осознание пищи. С этого начинается осознание Бога. Если мы изучим этот предмет, мы сможем осмыслить Бога. Через пищу просто. То есть, какая пища предназначена человеку? Причем, разные варны по-разному питаются. Тот, кто занимается физическим трудом, ему предлагается пища грубая. Необходима. Калорийная пища. Если в интеллектуальном трудом заняты, вы должны есть легкую пищу. Почти ничего. Вы можете на воде практически жить. На бульонах каких-то. На одной пахте. Баттермилк называется. Можно жить. Если вы такого уровня, интеллектуального уровня человека. И так, это целая наука. Взаимоотношения с пищей. Потом еще доши существуют. Пита, вата, капха. Тело состоит из этих дош, составляющих. Если вы пита, вам одна диета, вам предписаны какие-то продукты, другие не очень предписаны. Если вы будете повышать свою питу и к этой пить, у вас будет давление повышаться, диабет будет развиваться. То есть много всяких факторов. Поэтому эти доши должны быть в равновесии. Но главное вата, воздух. Аюрведа не лечит человека, у которого вата вышла из равновесия. Вата означает, он становится безумным, беспокойным. Людей с беспокойным умом вылечить невозможно. По-настоящему. Можно только симптом снять. Дать какое-то лекарство, таблетку или обезболивающее, или операцию сделать. Да, вот так как бы время на помощь оказать. Но вылечить, сделать его здоровым невозможно. Поэтому сначала работают с беспокойством ума. Вы идете к доктору, а он смотрит вам сначала астрологическую карту. Вы говорите, у меня нога болит. Он говорит, нет, нет, погоди, погоди. Нога тут ни при чем. Он смотрит вашу астрологическую карту и видит причину вашего беспокойства. И разъясняет, что в вашей жизни происходит, вы начните переходить в себя. И только после этого назначает вам лечение, когда вы переходите в себя. Когда вы паникуете, вас невозможно вылечить. То есть от психики главная составляющая обмена веществ – это психика. Известно, да, что если есть стресс, человек начинает заедать его и становится вот таким толстым. И он не способен остановиться, если не сможет победить стресс. Поэтому первое условие для здоровой жизни – это здоровый ум. То есть мантра должна быть. Молитва, мантра, какой угодно называйте. Это начало цивилизованной жизни вообще. Потому что на первом месте в цивилизации – это здоровье людей. На втором месте, если есть здоровье, взаимоотношения. На третьем месте, когда есть здоровье и взаимоотношения – философия только потом дается. Если вы постоянно находите, сбиты из толку, в сомнениях, расстроены – какая у вас философия? Какие вам отношения? Как вы будете с мужем, с женой общаться? Как вы будете воспитывать детей? Это невозможно. Вы себя в порядок должны привести. То мантра – это важнейшее условие. Мантры очень много, но в векале дается маха-мантра. Самая сильная мантра дается. Почему? Повторяем. На Харе Кришна маха-мантра – это рекомендовано для века Кали. Остальные мантры не дотягиваются до нас, потому что мы на дне колодца с точки зрения гун, а мантры работают только с гуны – добродетели. Если у нас не хватает благочестия, мы не слышим мантру, она не работает. Но молитва и молитва. Ну и что? Но Харе Кришна маха-мантра дотянется до любого уровня. Маха-мантра. Какой бы ты грешником, говорится, ни был, если ты соприкоснешься с именем Кришны, имена, да, ты очистишься. А гаи-три мантры даются позже, когда человек при помощи Харе Кришна мантры достигает уровня благости, начинает взаимоотношения с гаи-три мантры, потом дальше уже, браманы. Вот целая система. Видите, знания существуют, устройство человека. И, собственно говоря, мы с вами потомки ману, манушья людей. Ман – ману. Что такое человек? Тот, кто живет в уме. Все наши планы, все наши жизни в уме происходят. Работать нужно с умом, а потом с телом. Действует ум, а тело – лишь инструмент. Поэтому мы читаем священные писания, изучаем заповеди священные, повторяем мантры. Это аскеза ума. Если вы хотите думать, думайте о абсолютной истине. Вот туда ум направляйте. О себе меньше думайте. Больше думайте о благе других. Это направление ума. Все предписано. Это йога. Аскеза речи. Не говорите глупости, не говорите пустые слова. Декламируйте священные писания языком. Привыкните к этому. Если вам нужно с кем-то говорить, говорите правду. Если вы сказали всю правду и все нужно поговорить, говорите приятные вещи. Или просто молчите. Если вы подобно настроены, это нормально. Можно просто молчать и тоже хорошо.